Я играю в Радугу уже порядка трех лет, и я до сих пор удивляюсь тому, насколько разные взгляды у разных игроков на одни и те же вещи. То, что является предметом обожания одних, может в равной степени бесить других. И мне стало любопытно, а насколько мнение вас, моих зрителей, отличается от моего собственного. И самый простой способ это узнать, просто устроить опрос и уже на его основе делать какие-то выводы и новую рубрику на канале. Все опросы проходят в нашем паблике ВК, так что любой из вас, зрителей, может повлиять на результаты следующих роликов в этой рубрике, просто перейдя туда и поучаствовав в голосовании. А если у вас есть идеи для следующего классного топа, то предлагайте их прямо здесь в комментариях, и возможно ваша тема будет выбрана для следующего опроса. Ну а сегодня мы узнаем шестерку самых скучных, запутанных и попросту плохих карт Rainbow Six Siege, по мнению подписчиков паблика GameNation. Погнали! На шестом месте сегодня яхта. Самая первая карта добавлена в игру уже после релиза. Большая трехпалубная яхта, застрявшая где-то в северных льдах, пришла в Rainbow Six Siege вместе с канадскими оперативниками в сезоне Black Ice. И она хорошо отражает ранние карты радуги, когда во главу угла ставились скорее классические антитеррористические сценарии, нежели геймплейные и балансно выверенные решения в левел-дизайне. Несмотря на свой достаточно большой размер и аж четыре играбельных этажа, яхта сильно напоминает другую транспортную карту, борт номер один. Как и там, внутри помещения через всю карту тянется лишь один длинный коридор, от которого расходятся внутренние комнаты. На первых этажах имеются по два лестничных пролета и несколько дополнительных проходов, которые позволяют обходить противников сзади. Но на этом позитивные моменты карты и заканчиваются. По периметру всех этажей, кроме самого нижнего, снаружи тянутся длинные прямые проходы по палубам, почти без укрытий. В моменты, когда игроки пытаются перебежать из кормы в нос лодки, защитники часто их подлавливают на этих перебежках. Карта яхта в целом очень поощряет агрессивный стиль игры, и в защите очень часто атакующие страдают от агрессивных спампиков. Играть в атаки на этой карте непросто, и штурмовики почти все время должны быть сосредоточены и внимательны. Один неверный шаг, и вас убьет выпрыгивающий наружу защитник. Добавим сюда не слишком хорошую производительность карты, из-за чего ее на время убирали с сетевой игры, и получим заслуженное шестое место нашего топа худших карт. Изначально база Хелефорд представляла себя совсем не то, во что мы играем сейчас. Одна из самых первых карт игры была геймплейным аналогом карты дом, со слегка расширенной площадью и большей тактической составляющей. В главу угла на ней ставилось умение хорошо стрелять, нежели какая-то стратегия. И на третьем году разработчики попытались изменить характер карты, а заодно и полностью поменять стилистику базы. И пятое место нашего топа занимает как раз переделанная версия Хелефорда, вышедшая в сезоне Гримскай вместе с оперативниками Клэш и Маверик. При переделке карты разработчики старались сохранить схему предыдущей карты, дополняя и расширяя ее. Но в итоге получилось запутать игроков мешанина из переходов, закоуков и укрытий. И если две лестницы пошли игре в защите и атаке на пользу, появился простор для маневров внутри помещений, то вот некоторая лабиринтность, присущая всем картам со времен Луна Парка и Башни, игрокам не особо понравилась. Но все же основная претензия к обновленному Хелефорду была даже не с точки зрения геймплея. Угнетающая атмосфера промозглой осени. Свинцовые тучи и постоянный дождь делают игру на этой карте просто неприятной. И даже несмотря на то, что карта лишилась ночной версии, о чем так долго просили игроки, своей картинкой Хелефорд отпугивает игроков. Поэтому пятое место и мы движемся дальше. На четвертом месте в зрительском голосовании расположилась карта с интересной судьбой. Университет Бартлетт. Изначально она была добавлена в игру исключительно для ПВЕ режима, в качестве специальной завершающей миссии одиночных заданий. По сценарию, на университет напала группа террористов с биологическим оружием, противостоять которой мы, в составе пяти человек, и были должны. Сложности добавляло то, что по всей карте был распылен тот самый отравляющий газ террористов, который затруднял видимость. И помимо всего прочего, проходить эту миссию предстояло в отряде с четырьмя рандомными живыми игроками. В последствии разработчиков просто завалили просьбами добавить эту карту в ПВП режим в качестве новой локации. И в межсезонном обновлении операции Red Crow университет Бартлетт был добавлен в сетевые режимы. Обрадовавшиеся новой карте игроки сначала радовались, но чем больше времени они проводили стенах университета, тем больше разочаровывались в нем. С удалением мешающего видимости газа и переделка карты под ПВП стали видны огрехи в левел-дизайне, которые приводили к достаточно примитивному геймплею. Несмотря на большие размеры, Бартлетт не представлял большого простора для придумывания тактик, и часто раунды проходили по одному и тому же сценарию. Игрокам это сильно не нравилось, и разработчики спустя 9 месяцев решили убрать карту из рейтингового режима, оставив Бартлетт только в казуальных играх. А уже во время операции Химера университет и вовсе был исключен из списка сетевых игр, оставшись только в антитерроре, одиночных миссиях и пользовательских играх. И в отличие от яхты и фавелы, Бартлетт до сих пор не вернули в казуальный режим. А зная планы разработчиков по переделке карт в 2004 году, велика вероятность, что и вплоть до 2005 года Бартлетт так и останется эксклюзивной картой ПВЕ режима антитеррор. За это и соответствующее четвертое место. Нижнюю ступень нашего пьедестала антипочета занимает карта башни, вышедшая в сезоне White Noise вместе с корейскими оперативниками. Карта представляет из себя несколько этажей небоскреба в центре Сеула. Основная часть штурма проходит на двух этажах комплекса, доступных обеим сторонам. А так атака начинает раунды на крыше и имеет доступ к некоторым техническим этажам, соединяющих эту самую крышу и основную часть здания. Основной же проблемой карты стало то, что атакующие всегда были вынуждены штурмовать защитников либо сверху, выбегая на металлический балкон, тянущийся через всю северную часть карты, либо запрыгивать на тросах в окна. Стоит ли говорить, что в эти секунды атакующие были крайне уязвимы для оперативников вроде Кавера или любого другого быстрого роумера? Во многом из-за этого карта снискала такую популярность. И все это вылилось в то, что во время межсезонного патча Операции Парабелла башню вывели из плейлиста рейтингового режима. Но на карте все еще можно поиграть в казуальном режиме и насладиться красивыми интерьерами башни Мок Мек, даже несмотря на наше третье место. Фавелла Как же много хочется сказать плохого про эту карту, но тогда мы выйдем из формата, так что как-нибудь в следующий раз. Карта Фавелла, высшая вместе с бразильским оперативником в операции Скул-Рем, представляет собой некую калькус беднейших районов Рио-де-Жанейро. И пусть реальные фавеллы с игровыми не имеют почти ничего общего, но разработчики все же постарались передать атмосферу таких мест. И местами это действительно получилось. Карта Фавелла вышла многоуровневой, со специальными переходами между крыш домов и с каким-то запредельным количеством деревянных стен. Практически любую внешнюю стену здания можно вскрыть всеми доступными способами, из-за чего игра в защите превращается в сущий ад. Атакующие стреляют с огромных расстояний, превращая стены в решето. Переходы между зданиями очень длинные и требуют от защитника выбегания наружу, где его с легкостью встретит один из атакующих. Помимо этого у карты прогуляются худшие черты карт яхты и борт номер один, у которых один центральный проход соединяет все оставшиеся комнаты. Вот и получается, что на точке сидеть нельзя, потому что все деревянное закрыть не получится, банально потому что металла не хватит. Ромить на ней тоже неудобно, особенно если вы защищаете верхний этаж и не имеете возможности перебежать из одной части здания в другую. Посмотрев на все это и признав ошибки с картой, на которой к тому же очень сильно просаживался фреймрейт, разработчики удалили фавелу из всех сетевых режимов по аналогии с яхтой. Но внезапно для многих эту карту вернули в кузуальный режим во время операции Grim Sky без каких-либо переделок. Так что за плохой геймплей и производительность фавелы получает от вас второе место. Как я уже говорил, все места топа формируются исходя из вашего голосования. Прямо сейчас в нашем паблике ВК проходит новое голосование, в котором вы тоже можете поучаствовать и стать теми, кто решит судьбу следующего топа. Ну а чтобы еще немного растянуть интригу и оживить обсуждение в комментариях, я оставлю кусочек своего субъективного мнения по поводу самых плохих карт Радуги. Итак, бронзовая медаль на мой взгляд заслуживает карта Борт номер один. Классическая для всей серии Rainbow Six локация довольно плохо подходит для сетевого шутера. Линейность, поощрение агрессивной игры в защите и отсутствие разнообразия в перемещениях по карте делают эту карту одной из самых неиграбельных для меня. Тем более удивительно для меня, что о ней мало кто отзывается плохо, да так, что она даже не попала в основной топ. Но не дать бронзу я ей просто не могу. А вот с серебром от зрителей я полностью согласен. Фавела более чем оправдывает такое звание. Я признаю, что карта красивая и атмосферная, но вот интереснее играть от этого не становится. Просадки фпс особенно неприятны во время всевозможных взрывов внешних стен. Постоянная раша и смерти практически в любой позиции. Все дошло до того, что мы на канале устраиваем регулярные фавелы бунты, играя на этой карте исключительно за рекрутов, независимо от стороны. Потому что играть на серьезных щах тут просто невыносимо. И непонятно, зачем вообще было возвращать карту в таком виде. Так что если вы, как и я, тоже не любите фавелы, то присоединяйтесь к нашему бунту и... Да здравствуют рекруты! И наконец, золото из моих рук уходит в ненавистный мною университет Бартлетт. Карта, которой в данный момент нет ни в одном сетевом режиме, оставила глубокий шрам в моем сердце и исключительно с отрицательной стороны. Ужасный фасад здания, респаун на котором делает из вас отличную мишень для любого защитника и малое количество разрушаемых окон с задней части здания, а также полное отсутствие возможности как-то уделить защитников внезапным врывом внутрь делают Бартлетт одной из самых неприятных локаций на данный момент. И я очень надеюсь, что она никогда не вернется в режим ПВП в текущем состоянии. Впрочем, никогда не говори никогда. Ну, да ладно, доволен субъективностью, пора узнать, на какой же карте хуже всего играть, по мнению зрителей канала GameNation. Я думаю, никто и не сомневался, что на Луна Парк один из лучших кандидатов на попадание в данный топ, но лично я не ожидал, что он заберется настолько высоко. Китайский парк развлечений, который был добавлен в операции Blood Orchid, имеет сразу ряд недостатков, за которые часть игроков карту возненавидели, а другие смиренно их терпят. Особенностью карты стало зональное деление на 4 тематических зоны. И эти тематические зоны настолько насыщены разными укрытиями, переходами и подлыми местами, что игроки часто путаются в проходах и плутают по карте в поисках какого-то знакомого ориентира. Добавьте сюда большое количество темных углов, которые стали идеальным укрытием для засадных ромеров, и огромные расстояния, на проверку которых тратится огромное количество времени, и получаем настоящий лабиринт. Но даже не раздолье для роумера смущает игроков, как это раздолье в рейтинговом режиме. И действительно, если играть просто для удовольствия, то карта вполне себе играбельная, хоть и не вызывает какого-то особого удовольствия. Но как только становится вопрос результата, то игрокам хотелось бы играть на максимально сбалансированных и честных картах, к коим, к сожалению, причислить Луна Парк никак не получается. Поэтому китайская карта со спорными дизайнерскими решениями становится победителем нашего сегодняшнего топа. Поздравляем! Ну или нет. А кого лично вы бы поставили на первое место? Какая карта заставляет вас грустить? Делитесь своими мнениями в комментариях. Там же можете прилагать темы для будущих топов, голосовать за которые будут пользователи нашего паблика в ВК. Ну а я хочу сказать огромное спасибо всем, кто ставит лайки под роликами и делится видео с друзьями. Всем хорошего настроения и до скорых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok